Привет всем любители тактических пошаговых игр, это Zombie Vegas, у нас продолжается степ-бай-степ марафон. Напоминаю формат, одно видео в 4 дня, тактические пошаговые игры, соответственно я пытаюсь найти вам какие-то интересные игры, которые выходили за последние годы, в которые вам было бы интересно поиграть, и я надеюсь, что у меня это получится. Сегодня у нас игра Sword Legacy Omen, включаю вам трейлер, и что я расскажу от себя про эту игру. Это единственная игра от разработчика, то есть они больше не выпускали никаких игр, но я сказал бы, что они неплохо постарались. Дело в том, что в этой игре совмещается и интересный сюжет, то есть реально они рассказывают историю до того, как король Артур достал меч Аскалибур. Соответственно здесь история про Мерлина, оруженосца Утера, и про то, как на землю напали бандиты, убили лорда, и после этого вот наш отряд в лице лорда Утера, Мерлина и еще группа ребят, в числе 6 человек, начинают двигаться по Британии, и пытаются восстановить королевство, пытаются убить злых злодеев и так далее. То есть это все постоянно обыгрывает сюжетом, и на самом деле это очень приятно, потому что в таких играх сюжет хороший редко бывает. Кроме того, здесь тактические бои достаточно интересные. То есть я вот в ходе подготовки к видео записывал какие-то особенности игры, тут не видно, но тут очень много всего. Оно в принципе все интуитивно понятно, но игра достаточно интересная в плане того, что тут есть и сталкивание противников с каких-то скал, и убивание их об стены, и использование телепорта, там обмена местами, как вот было, например, в Груидстоуне, если помните. В общем, здесь есть какие-то вот механики из того же Дивинити, Груидстоуна. Кроме того, есть интересный сюжет. В общем, не знаю, мне лично понравилось, я надеюсь, что понравится и вам, и поэтому я вот сейчас покажу вам самое интересное, расскажу вам, как это все выглядит, и посмотрим, стоит ли в эту игру играть или нет. Давайте сразу же разбирать боевую систему. У нас есть бойцы, обычно их 4, бывает по сюжету, что их 5, как сейчас, например. У нас есть враги, это происходит случайное событие на карте, то есть как передвижение на карте происходит, я вам покажу потом. То есть есть глобальная карта, есть карта, вот эта вот карта миссии, по которой мы передвигаемся, но в целом вот у нас напали противники, у нас цель их убить, потеряв минимальное количество жизней. Что мы можем в данном случае сделать? Например, здесь очень важную роль играет отталкивание противников в какие-то ячейки. Например, здесь мы видим, что волк стоит на краю карты, за ним находится какой-то куст, то есть потенциально в этот куст можно его оттолкнуть. Берем скилл, который отвечает за толчок щитом, отталкиваем, он теряет очки СВ и ХП. Что такое очки СВ я расскажу позже, но в принципе, сейчас, чтобы вы понимали, я просто покажу вам, как вот эта битва происходит. То есть в данном случае, что можем сделать? Можем либо его ударить, можем его спровоцировать скиллом своим, можем использовать защиту, которая позволит нам избежать любого урона от него. Давайте так и сделаем. То есть встали в защиту, все, этот герой не упадет. Потенциально он не упадет, то есть он может немножко ХП потеряет, но возможно и не потеряет, то есть мы убьем противников. Все юниты ходят одновременно, то есть у нас наш ход, мы ходим всеми юнитами как хотим, то есть мы можем комбинировать. Это на самом деле очень круто, потому что некоторые скиллы позволяют неплохо скомбинировать комбинацию между героем. То есть, например, можем этим героям зайти немножко сзади, если сзади зайти, можно больше демэджа внести. Это рогой лучше делать. Вот, например, этим героям можно зайти вот сюда, отсюда дать два сильных удара сзади. И если не получится, например, то использовать другого героя, чтобы как-то скомбинировать. Например, беру пример. Вот у этого героя есть телепортер. Мы меняем с Воком местами. Теперь этим героем можем выйти вот на эту позицию и оттолкнуть героя в этот ящик. Таким образом он получает бонусный демэдж за то, что мы столкнули его с ящиком. После этого можем, например, еще пробовать, так не знаю, хватит ли нам очков действия. Давайте пробуем сделать другую комбинацию. У нас есть притяжка у этой героини. Давайте пробуем притянуть Вока. Вот, отлично получилось. То есть, видите, мы пытались его притянуть к преграде. Он получил три демэджа. При стыкании с какой-то преградой герои получают три демэджа, в том числе и мои, поэтому нужно быть осторожными и не получать лишнего демэджа, если в этом нет необходимости. Также есть режим, который называется режим бдительности. Например, у нас осталось пять очков действия. Мы знаем, что мы не успеем дойти до противника, нанести удар. Например, удар стоит три очка действия. Мы можем встать в режим бдительности. Что это такое? Это, как вы помните, в разных практических играх часто используется. Это, например, мы вот так встали в такую стойку, и первый противник, который подойдет к нам, получит демэдж. Если у нас больше, чем шесть очков действия, например, это может быть два удара. Если это три очка действия, это один удар. То есть, он наносит стандартную атаку, в ту цену, которая она обычная, но мы, грубо говоря, не тратим очки действия на то, чтобы дойти до противника. Мы можем просто стать на полупути и таким образом защититься на случай, если он к нам пойдет. Вот. У, например, Мерлина, у этого героя, мага, у него есть много хороших спельчиков. Мне, честно говоря, он больше всех нравится. Давайте, например, встанем вот сюда. И у нас, например, есть такой удар кинетический. К сожалению, мы не достаем до него, до противника, но вот отсюда достанем. То есть, мы можем, опять-таки, толкнуть противника в стену, все, мы уберем. Это, например, очень легкой битвы с противниками, которые статичные, которые ничего не успели сделать, я в один ход их убил, но общую концепцию вы поняли. Сейчас я вам покажу на примере более сильной битвы, чтобы вы понимали, как это все работает. Помимо глобальной карты, про которую я расскажу немножко позже, у нас есть также вот эта карта миссии. То есть, между битвами мы передвигаемся без пошаговки, просто свободненько передвигаемся, собираем какие-то элементы, постепенно раскрываем цели, которые у нас есть на миссию. И также можно собирать предметок. Предметов много разных. Они дают бонусы, могут использоваться либо на всех, либо на кого-то одного. Это могут быть расходники, могут быть какие-то полезные вещи, которые являются артефактами. То есть, видите, у каждого героя есть оружие, броня и два артефакта. Артефакты у разных героев разные, то есть, некоторые можно одевать всем, некоторые не всем. То есть, видите, например, лучнику нельзя одевать, вот эти вот ботинки. Так сложилось. Также есть скиллы. Здесь скиллы, которые мы выбрали. То, что мы качаем, то, что мы получаем за опыт, то, что мы можем выбирать, это мы покупаем за опыт на общей карте, поэтому здесь мы не можем этого делать. То есть, для каждой миссии мы готовимся, в пределах этой миссии мы уже ничего менять не можем. И вот, собственно, по карте мы передвигаемся. У нас постепенно появляются разные элементы диалогов То есть так мы видим, как раскрывается сюжет В зависимости от того, каких героев мы возьмем с собой Вот, ну, этой партии У нас максимум 4 человека в партии И в зависимости от того, кого мы возьмем Меняются диалоги, соответственно, можно узнать Какую-то немножко больше историй, характера Каждого из героев Это такой ролевой элемент, и он достаточно позитивный В данном случае у нас 5 героев Поскольку одного героя нам дали по миссии И, собственно, она уже двигается с нами Как член отряда Вот мы так ходим, обычно здесь бывают какие-то ящики и бочки Обычно это все происходит в городах Пока, видите, здесь лесная местность, поэтому здесь очень мало элементов Но вот здесь, видите, бочки Если бочки видите, значит, скорее всего, скоро будет сражение Потому что в этой игре все построено именно так Потому что очки очень активно Можно использовать все эти элементы окружения Поэтому, видите, вот, собственно, драка и началась Прощай меня от неожиданности Вставайте с родичем Вот у нас начинается битва, и что я про нее расскажу И хотя в режим боя, первое, что мы делаем Это анализируем предметы, которые находятся на карте В данном случае у нас появились уже бочонки с ядом Которых раньше не было Есть бочонки с жирой, которые позволяют замерить предметы И есть бочонки с водой, которые позволяют затушить огонь Также мы анализируем, сколько предметы у нас, чтобы дойти Например, в данной ситуации ему там раз, два, три, четыре Четыре ящейки он доходит И он может потенциально атаковать То есть наш цель сделать так, чтобы он либо не дошел То есть, например, можно разбить этот бочонок Он будет обходить дольше Либо другой вариант Можно его оттолкнуть Либо можно отойти самим дальше То есть, есть разные вариации И, соответственно, наша цель вот это все использовать Для того, чтобы выйти из битвы без дэмэджа Потому что здесь восстановить жизнь не так просто, как кажется То есть, здесь нет авторегена Здесь есть герои, которые регенят хп Но, в принципе, регена нету Поэтому нужно планировать так, чтобы вообще избежать урона в идеале Это идеальная схема В данном случае Смотрите, что я вижу Какую интересную вариацию То есть, мы, например, подходим вот сюда Нашим героям Нет, я думаю, даже вот, наверное, вот сюда подходим Используем огонь вот на эту ячейку К чему это приведет? У нас сейчас вся земля здесь загорится Но мы это сделаем немножко позже Почему позже? Сейчас я вам покажу У нас есть рога Сейчас я думаю, как мы сделаем Мы потратим 2 очка действия Слапнемся с рогой И вот отсюда будем использовать То есть, в принципе, да Это даже лучше будет Просто я не хотел поджигать Почему? Что мне хочется, чтобы рога добежала до лучников Следующего хода их убила Поэтому не нужно было сейчас поджигать эту землю Мы здесь просто под инвиской Аккуратненько пробежим Просто если бы мы начали оттуда бежать То мы бы не добежали так далеко Добежим отсюда Соответственно, мы можем попасть вот вообще в эту ячейку Почему в эту? Потому что я собираюсь разбивать здесь бочонки И это потенциально может дать нам какие-то плоды Поэтому пока не двигаемся Остаемся на этой ячейке Берем лучницу Попробуем выстрелить в эту ячейку Я не знаю, какая дальность выстрела Потому что мне лучницу только дали недавно Давайте пробуем Видите, мы травили этого героя Соответственно, он будет немножко получать дэмэдж потихоньку Что, соответственно, скажется позитивно на нас Потому что он постепенно получит дэмэджа И будет менее опасен Менее неприятен Здесь мы кидаем огонь Кстати говоря, отмечу, что В данной ситуации эти герои добегут до сюда Но они не смогут атаковать, скорее всего То есть тут порядка пяти ячеек Соответственно, у них, скорее всего, очка действия не будет Поэтому можем просто-напросто сделать следующую комбинацию Мы просто сейчас отходим с теми героями подальше Чтобы лучники не наставали А этим героем, который у нас танк Остаем в режим защиты И становимся в режим бдительности То есть он, грубо говоря, ударит первому противнику Который подойдет в зону Соответственно, это позволит нам еще нести немножко дэмэджа Этого героя пока спрячем Пока нет необходимости его использовать И, соответственно, вот такая расновочка, я думаю Для этого первого раунда пойдет в самый раз Кстати говоря, можно еще раз выстрелить даже Давайте пробуем Ну, заблокировал удар, но ничего страшного Заканчиваем ход Отмечу, что если заканчиваем... Ну, я уже, по-моему, рассказывал Если заканчиваем ход и У нас остаются очки действия То они переходят в защиту Поэтому вот наш герой Он под режимом защиты У него еще была одна очка действия Он, соответственно, еще бафнулся Поэтому шансов, что его сильно коснут, нету То есть вот минимальный дэмэдж получит он Скорее всего, один-два дэмэджа, да? Но это не так существенно Поэтому, видите, враги сместились Моя сайта достигнута Они пошли, как я хотел Кстати, видите, даже они обходят То есть они пытаются обычно выбрать Самую слабую жертву Поэтому, если они видят, что какой-то есть Коцанный герой Или если видят, что У кого-то героя Очень мало жизни Ну, или у кого-то героя Очень слабенькая защита То они, соответственно, пытаются его зафокусить И это, на самом деле, прикольно То есть они у них АИ есть И он работает Так, смотрите Здесь можно подобраться к лучникам Желательно сзади это делать Но, видите, здесь сзади не получится Поэтому Просто аккуратненько подходим И начинаем их избивать Пытаемся их убить К сожалению, у этого героя Нет какого-то отталкивания пока что Поэтому будем просто пытаться Так, это вот Можно как раз ударить Блок, к сожалению Пробуем еще раз Ну, в принципе, получилось неплохо У нас, кстати говоря, есть еще Вот такая пыльца Которая может потенциально их добить Нет, добить не получится Но, собственно, по крайней мере Накинется слепота Меньше шансов, что они попадут Соответственно, больше шансов Что наша рога выживет И я думаю, учитывая, что Так плохо получилось попасть То мы здесь будем помогать Роге еще нашим лучникам Которые будут помогать Убить этих противников Смотрим У нас есть этот копийчик Здесь можно натолкнуть их друг к другу Но единственное, что здесь Мерлин под ударом Поэтому мы сейчас сделаем Следующую вещь Мы сейчас Отойдем Мерлина вот сюда Этим героем сделаем толчок Только он, по-моему, задействует И эту ящейку Поэтому давайте Вот так вот отойдем Толкаем их Отлично, они получили дэмэдж И сейчас отходим Просто-напросто вбок Можно было бы ударить Подвоим Тоже вариант Но я думаю, что мы сделаем По-другому Мы просто-напросто Опять же их толкнем Здесь механика толкания Наверное, самая Рабочая Потому что Именно на этом Заточена вся игра Три дэмэджа по противникам Это очень много Возможно, постепенно В игре будет открываться Больше возможностей Пока что он играл часа три Поэтому Это не так много В принципе Ну, в общей длительности игры Потому что она, я так понимаю Занимает порядка 15 часов Но На самом деле Все равно Мы можем Очень даже можем Я думаю В перспективе выйти на то Что будут другие возможности Кроме того, что Вот сейчас мы Используем постоянно Отталкивание Я думаю, потенциально Будут еще какие-то новые Возможности Для нашего героя Так, здесь Он сгорит, скорее всего У него 5 очков действия Он под жиржей Он горит Поэтому Я думаю, что мы сейчас Фокусируемся Как раз на убийстве Вот этого лучника Чтобы помочь нашему Роге Ну, видите Очень не везет Безумно не везет На самом деле Этот герой редко Так сильно висит Сейчас Ну вот Хотя бы попали Уже неплохо Но опять же Попали слабенько Поэтому, видите Наш герой Немножко пострадает Мерлина подведем И на этом Мы заканчиваем ход Этот лучник Вообще умер Это отлично Он еще в ловушку пошел Вообще хорошо Это все из-за того Что он потерял Силу воли Здесь механика Есть силы воли У каждого героя Видите Вот эти вот Есть маленькие ячейки Вот эти вот Это сила воли Она есть у каждого героя Она отличается По количеству Соответственно У каких-то ее больше У каких-то меньше Но, соответственно Это вот Показатель Который очень сильно влияет На то, как они себя ведут То есть Если он получает крит Если он получает В принципе дэмэдж Если он там Например Использует силу воли Направленно То он теряет силу воли Если она обнуляется То герой может потерять Ход Может там сойти с ума Может пройти Еще какой-то эффект Поэтому это можно использовать Соответственно В данном случае Например Видите У них у обоих силы воли нету Поэтому они начали делать Какие-то глупости Если бы у них сила воли была То они бы Соответственно Этого не делали Это очень позитивно Потому что для меня Это избежание урона Это очень хорошо Кстати говоря Эту силу воли Можно использовать Как бонус нашим героям Это будет Бонус к атаке Защите и уд Соответственно Грубо говоря Давайте я покажу Как это работает То есть Мы используем силу воли Он получает 2 уд Но теряет эту силу воли Которую можно потом остановить Либо сделал Какой-нибудь добивающий удар Например Либо отдохнул в лагере В данной ситуации Например Ну противники Уже видите Уже почти умерли Поэтому можно просто Ударить его с фланга Пытаться Вот отсюда Вот Мы ударили его с фланга Здесь можно лучником Дострелить по бочке еще Чтобы максимально Ухудшить жизнь Этому противнику Она и так у него Не сладкая Конечно Но Он так сейчас Умирает Давайте его дострелим уже Максимально Чтобы быстро закончить Повезло ему Ну собственно все На этом можно заканчивать Только единственное Что можно еще Добавить ему к ним И спальчик Ну ладно Можем закончить Он вот так Умирает Все Вот битва прошла Мы получили опыт Этот опыт В последствии мы сможем Использовать на прокачку героев Как это будет происходить Я вам сейчас покажу На глобальной карте Чтобы добавить игре Сложенности Разработчики сделали Следующую систему У нас каждая миссия Она сохраняется Только вот в таких ячейках То есть если мы такую ячейку Нашли на миссии То мы можем сохраниться Обычно она находится Раз в несколько битв Поэтому мы Например если мы Что-то сделали плохо То мы вот Сейчас уже можем Загрузить безопасную точку Но до этого У нас был вариант Только загрузить Сдачу снова То есть мы начинаем сначала Соответственно все битвы Которые мы провели Нужно повторить Провести их Также успешно И так далее Поэтому есть элемент Хардкорности При этом игра сохраняет Любой прогресс То есть если мы Прокачали какой-то скил Мы не можем Откачиваться назад То есть мы его прокачали Уже он навеки наш Поэтому Ну такая вот есть система Поэтому Нужно хорошо планировать То что ты делаешь И то что ты качаешь После того как мы Заканчиваем каждую миссию Мы получаем опыт Например в данной ситуации Мы вот выходим с миссии После этого Только мы попадаем На глобальную карту И то что мы сделали В этой миссии Сохраняется Если мы не сохранились Если мы не вышли с миссии То все что мы сделали В миссии Оно реально пропадает В данном случае Мы используем Смотрим Так Витя Мы использовали В принципе Почти все нашли Что было интересно Потеряли одного бойца Который получил серьезное ранение Который можно будет Установить себе На точке Но в данной ситуации Получилась достаточно неплохо Поэтому продолжаем Восстановить ранение Можно в любой момент На карте Это стоит припасов Которые в принципе Не слишком дорогие 50 золотых То есть это достаточно Небольшая цифра После этого Видите у нас Такой вот сюжетный элемент То есть я сейчас его проклацаю Вся игра между миссиями Происходит на этой карте Большие точки Это миссии Это например То что мы сейчас проходили Это было свиное болото Это была миссия полноценная Это часть квеста Также есть маленькие локации В которых можно немножко отдохнуть Использовать привал Если видите То привал восстанавливает 4 очка здоровья Очко силы и воли И позволяет Побладать у костра То есть при этом И чем могут напасть противники Но это происходит не очень часто При этом герой восстанавливает Свои статусы То есть например видите Это герой Который в прошлой битве Он не умер Он уже восстанавливает Свою статус Благодаря отдыху И теперь он полностью живой Что касается скиллов Прокачка скиллов Это максимально интересная вещь В этой игре Поскольку у нас есть Всего 8 бойцов Пока я только 7 открыл Еще будет 8 И всех их можно качать На общий опыт Слава отряда То что используется Для прокачки Поэтому Мы сразу же выбираем героев Которые нам нравятся У каждого из них Уникальные скиллы То есть у каждого из них Есть видите Уникальных 7 скиллов Есть еще 3 пассивных скилла То есть соответственно Мы можем прокачивать Все что нам душа пожелает Например мне нравится Мерлин Я прокачивал у него спеллы Например вот есть Отбрасывание Которое я уже показывал Есть стена огня Которое я показывал Есть много разных спельчиков Есть например пассивки Которые позволяют Восстанавливать 1 ОЗ За каждого убитого врага То есть очень много Пассивок Активок У каждого героя Нереально уникальные То есть это можно Очень варьировать При этом мы реально можем Ну по сути Прокачать 4 героев В следующий раз Сыграть снова Или взять других 4 героев При этом славы отряда Достаточно для того Чтобы качать нескольких героев То есть это очень позитивно Вот например 80 А славы это Например Несколько слабеньких спельчиков По 20 Или например Какого-то можно подорожек убить Причем нас не заставляют Прокачивать все подряд То есть мы берем любой Например вот этот самый дорогой спелл Взяли, захотели Взяли призыв волка Без проблем И это дает огромную вариативность Это очень круто Реально То есть ну Сама боевка может выглядеть Не очень эпично Но за этой За ширмой Скрывается огромное количество возможностей Очень много заглянаний Очень много Ну очень много умений И это очень круто Кроме того есть предметы Предмет как я рассказывал Уже у нас есть броня, оружие, артефакты Кроме того Они дропаются рандомно То есть в каждой миссии Можно найти В одном и том же ящике Могут лежать разные предметы То есть у нас есть вариативность Рандом И предметы разные То есть некоторые реально крутые Например вот Приведу пример У нас есть у Этой уроги Кольцо которое повышает На 10% У нас крита Это очень круто В то же время есть какие-то более Такие сомнительные артефакты Например Плюс один к атаке Минус один к эффективности То есть вроде как И хорошо и плохо одновременно Общие характеристики у нас какие У нас есть здоровье Которое отвечает Собственно за хпшку Атака Защита И эффективность Где-то здесь есть Вот Определять шанс применения Эффектов навыками Или оружием То есть это грубо говоря Если мы какого-то там Хотим оглушить врага Или что-то еще То вот эффективность Как раз очень важна То же самое Есть сопротивление Таким эффектам Кроме того Есть много разных баночек С разнообразными эффектами Например Два УД и так далее Это вся панель быстрого доступа Она общая То есть мы ее выставили И в бою можем использовать Любым героем эти баночки То есть это общий инвентарь Максимально все общее То есть мы В миссию У нас получается Вот эта панелька отключается У нас остаются вот эти все банки Остаются вот эти все предметы И мы уже играем От того что мы собрали Игра самоподелена Порядка 12 миссий И от многих геймплей Занимает порядка 10-15 часов Но честно говоря Мне понравилось И сюжет интересный И боевка интересная И плюс я вот поиграл С каждым часом Получасом игры Она становится все более сложной Сейчас битвы реально Уже становится все более хардкорной Уже все больше места Для креатива Для того чтобы подумать То я должен сказать Что игра реально хорошая Ну мне лично понравилась Поэтому если вас заинтересовало То что вы сейчас увидели То можете ее купить Или скачать в торрент Я не знаю Может она там есть Вот На этом все Всем спасибо Через 4 дня будет новое видео Желаю всем хорошего настроения Подписывайтесь Всем пока